Хлеб, который способен уничтожить миллионы. Кто задумал отравить россиян? Мировой заговор против россиян. На полках наших магазинов продается хлеб, способный уничтожить человеческую популяцию за три поколения, утверждают ученые-изотерики. В основе такого продукта химические смеси. Они отравляют все системы организма и провоцируют развитие тяжелых болезней. Как обычные батоны и булки стали биологическим оружием, разбирался Григорий Ермилов. Ежегодно в России выпекается почти 14 миллионов тонн хлеба. И только 40% всего производства приходится на крупные хлебопекарные заводы. Весь остальной хлеб – дело рук индивидуальных предпринимателей и нелегалов. В 90% случаев они используют для выпечки готовые сухие смеси. Специалисты называют их «медленные убийцы». Они провоцируют рост раковых клеток и ведут к закупорке сосудов. Сухие смеси опасны. Не только сухие дрожжи, но еще непосредственно разрыхлители химические, при взаимодействии которых происходит необратимый процесс разрушения внутри организма. Не только внутри хлеба, но и внутри живого организма, который этот человек скушал. Все это не случайно. Деркляйн и Мордор – маленькие убийцы. Так назывался проект, который разработали немецкие ученые во время Первой мировой войны. Дрожжи, как биологическое оружие, должны были воздействовать на организм, вызывая страшное отравление, схожее с действием трупного яда. Уже ни для кого не секрет, что дрожжи, которые находятся в хлебе, которые продаются в магазине, выведены именно из мертвого тела. Соответственно, энергия смерти поступает внутрь вас, тем самым вызывая определенные изменения в организме. Вы приближаете свою жизнь к смерти. Время от времени российские власти ловят за руку иностранных производителей, которые поставляют в российские магазины фальсификаты. Чтобы привлечь сторонников, производители готовых смесей устраивают красочные презентации с яркой демонстрацией своих смесей. Рекламируется внешний вид, скорость приготовления и низкая цена. И, конечно же, никто не упоминает о вреде и опасности продукта. Одна иностранная компания проводила презентацию своих готовых смесей для приготовления хлеба. Мало того, что при выпечке этого хлеба происходил отвратительнейший запах кислоты, который просто сводил не только скулы, но и желудок. Но и попробовав этот хлеб, оказалось, что есть невозможно. У меня дико разболелся желудок. Ну, что пришлось пить медикаменты. В последние годы доля пациентов с язвенной болезнью выросла с 18 до 30%. Каждый год выявляется 500 тысяч новых случаев онкологических болезней. Половида всех смертей в России вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями. И питание в структуре смертности играет одну из ключевых ролей. Сейчас дрожжи используются специальные, термофильные. Они не распадаются под высокими температурами. И они остаются в нашем организме. Дальше, так как эти живые микроорганизмы, такие монстры, суперсолдаты, они вступают в борьбу уже с нашей полезной микрофлорой. Вызывает буквально мутацию клеток. А это рак. У экстрасенсов есть свои методы и способы обезопасить продукты от воздействия негативной энергии. Значит, берется хлебушек. Любой хлебушек, живой хлебушек. Значит, разламывается напополам. Обязательно руками, ножом мы не режем. Разломали, как разломалось. Обратите внимание, как разломалось. Где больше, с правой стороны или с левой? Левая сторона – это женская сторона, правая – это мужская. Та сторона, где больше хлеба, тот рот особенно нужно чистить. Дальше, значит, с правой стороны мы берем маленький кусочек, вот прям совсем маленький такой кусочек, и начинаем накручивать в пальчиках и говорить. Чищу рот свой по мужской линии, так как правая сторона. Первое – колено. И так у вас должно получиться семь шариков, соответственно, семь колен. Потом вы то же самое сделаете с левой стороны, и, соответственно, по женскому колену. Дальше вы должны взять эти шарики и пойти покормить птиц. Как же быть тем, кто не представляет свою жизнь и свой обед без краюшки? Чем можно заменить мертвый хлеб из смертоносных сухих смесей? Закваска от обычных дрожжей отличается прежде всего тем, что здесь используются дикие молочнокислые культуры. Употребление живого хлеба, оно отразилось на здоровье моей семьи. У меня четырехмесячная дочь, она уже с удовольствием ела этот хлеб. Я вижу, что у нее энергии больше, устает она меньше. Интерес она проявляет к окружающему миру шире. Мы готовы вам помочь. Вот рецепт живого хлеба. Молочно-кислая закваска, мука грубого помола, вода, соль, сахар. Все тщательно вымешиваем, добавляем солод и ароматные травы по вкусу. Даем готовому тесту подняться, посыпаем ароматными травами и выпекаем. В старину хлеб называли «жито» от слова «жизнь». Сегодня из хранителя жизни хлеб превратился в убийцу человечества. К счастью, у нас всегда есть выбор. Григорий Ермилов, Дмитрий Зуев за приготовлением собственного хлеба специально для X-версии «Москва». Термофильные дрожжи, ГМО, усилители вкуса, ароматизаторы и стабилизаторы давно и прочно вошли в наш ежедневный рацион. Об опасных и безопасных продуктах говорим сегодня с нашим экспертом. На связи со студией X-версии врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте, Елена. Неужели всё так страшно? И термофильные дрожжи действительно нас убивают? Ну, на самом деле всё страшно. Он человек живучий, он выживает и нас травят, а мы живём. Ничего страшного в этом смысле не получается. Но если взять в целом, то тенденция, по которой идёт вообще наше питание, она удручающая. А вот какие из современных продуктов вы бы убрали из рациона совсем? Наверное, вредна сама концепция питания. Та самая пищевая пирамида, в основе которой лежат огромное количество углеводов. И в своё время я заинтересовался, кто же придумал эту пищевую пирамиду, на которую ориентируются диетологи всех стран и которая является эмблемой диетологов России. Так вот, эта пирамида питания придумана Министерством сельского хозяйства США, которая имеет в диетологии такое же отношение, как ягбалет. Спасибо, Алексей Владимирович. На связи со студией «Х-версии» был врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Если вы стали свидетелем загадочного явления или хотите поделиться своей мистической историей, пишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране. xversionssobakatv3.ru Это были «Х-версии». Другие новости на ТВ-3. Субтитры создавал DimaTorzok.